Толстой синица Утром рано на заре до птиц пробудилась княгиня Наталья. Не прибираясь, только накинув белый опышень, отомкнула двери светлицы и вышла на мокрое от росы крыльцо. Ничего не жалел для Натальи милой своей хоть и князь чурил. Выстроил терем посреди городища, на берегу между старых клёнов. Поставил на витых столбах высокое крыльцо, где сидеть было нескучно. Украсил его золотой маковкой, чтобы издалека горела она, как звезда на княгиня светлицей. В тереме зачала Наталья и родила хозяину сына Заряслава. Было ему ныне три зимы и три лунных месяца. Любил князь жену и сына и шумного слова им не сказал во всю бытность. Городище стояло на речном берегу, обнесенное тыном, рвом и раскатами. Внутри, дым к дыму, срублены высокие избы и выше всех восьмишатровый красный княгинин терем. Бывало, плывут по реке в дубах торговые люди. Или так, молодцы пограбить. Заваляется у гребцов колпак. Глядят, город не город, дива. Пестрый и красный, и терем, и шатри, и башни отражаются в зеленой воде Днепровской. И начнут пригребаться поближе, покуда не выйдет на раскат князь Чурил. Погрозит кулаком, ему кричат. Ты, рва на шкура, слезай с раската, давай биться. И пошлют смеха ради стрелу или две. Далеко шла слава про князя. Сорок воинов стоит у его стремени. Одни сивые, в рубцах, веслоусы и русы, северные наемники, побывавшие не раз и под Сареградом. Другие свои, поднепровские. Молодец к молодцу, охотники и зверобои. Богат, хорошо нагорожен город его, крутояр. Ныне князь отъехал по зверям. В городище бабы остались с ребятами, да старики. Шуму нет, тихо. Княгиня Наталья прислонилась с непокрытой головой к столбу. Сидит и слушает. Внизу журавль заскрипел. Сонная девка тянет из колодца воду. Собрались воробьи на огороде. Зачирикали, собираются по ягоды. Идет поперек улицы собака, смочала на шее. Встала и давай зевать. Птицы и птички пробуждаются. Не смеют еще петь до солнца. Голоса пробуют, голоса подают. Заиграл рожок у северных ворот. Замычали корову, потянула дымком. И завяза речкой обозначилась. Сквозь речные туманы, бледными, алыми водянистыми полосами. Сильная сегодня роса. А уж кукушка из леса. Ку-ку. Княгине охоты нет пошевелиться. Точно сон оковал ее. Поднялась рано, сама не знает зачем. И все ей грустно. И глядеть, и слушать. Так бы вот и заплакала. А с чего? Князь или же ждалась? Третий день по лесам скачет. Сына ли жалко? Уж очень бледненький мальчик. Мило ей все и жалко. Княгиня в углу крыльца нагнула каменный рукомойник. А мыло лицо взглянуло еще раз на кровли и башенки Крутояры. На реку, проступающую с синей-синной водой из-под тумана. И вошла назад в сонную теплую светелку. В колыбели спал княжич. Выпростал руки поверх одеяла. Дышал ровно. Хорошо. Так весь и заливался румянцем. Княгиня присела на лавку, опустила голову на колыбель и слезы полились у нее. Плачет и сама шепчет. Вот из большого-то ума. И такой жалостью залюбила сына, что душа ее поднялась, окутала колыбель, прильнула к спящему, а тело оцепенело. На молодую княгиню напал глубокий непробудный сон. И не услышала она, как вдруг начали кричать птицы, садясь на крышу. «Проснись! Проснись!» Как завыли, заскулили собаки по всему городищу. Захлопали ставни, побежал куда-то народ. Как у тех четырех ворот забили в медные доски, и пошла тревога. «На стены! На стены!» Большое тусклое красное солнце поднялось в клубах туманы. И народ со стен, дети, старики увидели великую силу людей. Малых ростом, с рыжими косами, в шкурах, чуть белоглазую. Пробиралась чуть от дерева к дереву, окружила городище, махала дубинками и с того берега плыла через реку, как собаки. «На стены! На стены!» Звали старики, тащили на раскаты бревна, камни, в колодцах горячую воду. «Чуть идет! Чуть идет!» Выли бабы, мечи, схороня ребят в клете, в погреба, зарывали в солому. А чуть уже лезла через тын, карабкалась на раскаты, визжала. В замковую башню детинец кидала стрелы, камни, паклю горящую. И затымился угол у башни, и закричали «Огонь! Лихо нам!» Били с раскатов чуть, долбили по башкам, Порошили песком глаза, обливали варом, пыряли шестами, А те только орали шибче, лезли, падали, опять лезли, как черви. Да и где было справиться с белоглазыми одним старикам да малолеткам? Одолел враг, добрался до раскатов, покидал защитников И разбежалась чуть по городу, и начался другой клич «Бабий и детский». Потоптали в ту пору, побили много народу, Остальных погнали за стену на луг, Рвали на бабах рубахи, было горе. С четырех концов пылал Крутояр, брошенный на поток. Из огна тащили одежду, птиц, поросят, малых детей, Ярилось чуть. Многие сами погорели, волоса попалили, И добрались до княжичьего терема. Но высок был тын кругом, и ворота крепкие, Ударили в них бревном, не поддались. А головни, искры, солому так и крутила, Обдавала жарким дымом, и занялся терем, задымился. Тогда с долгим стоном пробудилась княгиня Наталья, Повела очами, дикой ей стало, Кинулась к окну, дым в лицо пахнул, глаза выил, Схватила княжича, прикрыла его платком, «Зарислав, сын, милый, спи, спи, батюшка!» И выбежала на крыльцо и обмерла. Внизу трещало, било пламя, дымили крыльца, Занимался огонь под крышей, А кругом все маковки, крыши, избы, шатры в огне. Дым бьет высоко и стелется над Днепром, И еще видит княгиня, над тыном поднялись плоские рыла, Кажут на нее, скалятся, и было ей тошно от смертного часа. Зарислав забился на руках, заплакал, Рвет с лица покрывало, в спину дунула жаром, И у княгини захватила дух, Стало горячо на душе, подняла она сына, Положила руку его на одно плечо свое, а другу... Зарислав забился на руках, заплакал, Рвет с лица покрывало, спину дунула жаром, И у княгини захватила дух, Стало горячо на душе, подняла она сына, Положила руки его на одно плечо свое, на другое ноги Вдохнула в последний раз запах милый и человеческий И кинулась с высокого терема И убилась И мертвыми руками все еще держала Зареслава Не дала ему коснуться земли Наскочили чудинцы, вырвали княжича, понесли на лук Пялили зеньками на мальчика, кукиши совали ему, а не тронули Чтобы живым отнести к жрецу своему в чуть на озеро Легкою бабочкой вылетела душа княгини Натальи из разбитого тела И раскрытые ее глаза еще подернутые мукой озарились Видели голубой свет, переливающийся живой и животворящий Радостней, радостней выше становилась душе Чаще, зорче глядели глаза И вот слышимы стали звуки, звоны, шумы Звенения, глухие раскаты, грохоты Трепетал весь свет без небес Роились в нем водянистые пузыри Отсвечивали радужное И звуча, и звеня Сливались в вихри Блэбродили столпами И вот уже трепещет душа Нестерпимо глазам от сияния От радостного ужаса Покрываюсь